Первый звонок прозвенел. Первоклашки традиционно дают старт новому учебному году в Оландской гимназии. Для тех, кто впервые идет сегодня в школу, это особенно волнительно. Начало нового учебного года в гимназии отмечают с национальным колоритом. Дети подготовили насыщенную программу на родном языке. Зарисовки из школьной жизни, стихи и танцы. Ребятам вручили подарки от главы республики, а школьную форму первоклашкам подарил председатель попечительского совета гимназии Вячеслав Бетаров. Он поздравил ребят с началом нового учебного года. Ребятам вручили подарки от главы республики, а школьную форму первоклашкам подарил председатель попечительского совета. Ребятам вручили подарки от главы республики, а школьную форму первоклашкам подарил председатель попечительского совета. История Оландской гимназии началась шесть лет назад. Тогда в образовательное учреждение набрали 40 учащихся. Сегодня здесь больше 300 детей. В этом году в гимназии два первых класса. Востребованность Оландской гимназии растет. Об этом говорит и количество желающих обучаться в ней. Роксана Пухаева привела в гимназию пять лет назад дочь. А сегодня в первый класс пошел и сын Туган. Сомнений в выборе школы не было. История Оландской гимназии растет. Обучение в Оландской гимназии основано на полилингвальной модели. А это значит гимназистов обучают на двух языках. Остинском и русском. Главная задача сохранить остинский язык и культуру. Что придает гимназии особую ценность. Мы учимся пятый год в данной школе. Выбрали эту школу, потому что она носит национальный характер. Это единственная Оландская гимназия в нашей республике. Дети развиты всесторонне. Они занимаются танцами, робототехникой, медиа-студией, шахматы, футбол. Детям всем нравится. Благодаря школе Оландской гимназии даже я больше стала знать язык. В этом году в Оландской гимназии запустили новый проект по инициативе попечительского совета и в частности ее председателя Вячеслава Бетарова. Теперь все педагоги, работающие в образовательном учреждении, будут проходить мониторинг профессиональных компетенций. Учителей, которые покажут высокие результаты, это больше 80%, будут поощрять премии. Она составит 20 тысяч ежемесячно. Здесь нет градации молодой педагог, опытный педагог. Если педагог показывает качественный результат в предмете, то совершенно не важно, сколько лет он провел в школе. Если он профессионал в своем предмете, то он просто, основываясь на этой базе, может развивать все остальные компетенции. Для нас, как специфичного заведения, еще очень важно, конечно, даже в среднем звене, чтобы педагоги имели возможность и могли свободно говорить на астинском языке, потому что все, что наработано в начальной школе, очень не хочется эту языковую среду потерять. Поэтому подбор кадров у нас немножечко усложнен, и я думаю, что многие это понимают. Тот, кто уже совпадает с нами, это действительно наш человек, это действительно человек, который хочет над собой работать и хочет с нами работать в тех условиях и с той планкой, которую мы задаем. В этом году из республиканского бюджета гимназии выделили 20 миллионов. На эти средства приобретут оборудование и мебель в классы, которые необходимы в среднем звене. В гимназии появятся оснащенные кабинеты физики и химии. Есть категория родителей, которые переживают, а как дальше? Многие думали, что у нас только начальное образование. Я хочу для таких родителей сказать, что мы лицензированы уже до 9 класса, и как только наши дети в следующем году перейдут в 8 класс, будем уже лицензироваться на 10-11, поэтому школа будет полная с двумя-тремя профилями на выходе. В этом году мы вводим первый профиль, пробный, гуманитарный, где используем всю ту наработанную базу языковую. Это английский, остинский и русский язык. В планах сотрудничества и со сферой журналистики сегодня в гимназии есть оборудованная медиастудия, где ребята учатся основам видео и фотосъемки, монтажа, а также пробуют себя в качестве корреспондентов. Алина Хасаева, Давид Кустанов, 15 регион.